Здравствуйте дорогие друзья, я Ольга Силина, сотрудник музея фресок Дионисия. Мы продолжаем разговор о ярусе подвесных пелен в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. И сегодня более внимательно рассмотрим декоративные круги, орнамент которых не повторяется. Все круги собора можно поделить на статичные, остающиеся за рамками нашего исследования, динамичные или вращающиеся, с разным направленным движением внутри одного круга, и круги напоминающие воронки, у них крутится только центр, как бы затягивая внешнюю границу в себя. В этом смысле последние напоминают водовороты или галактики, где круговой ритм линий вторит движению центра. Начнем знакомство с кругами от жертвенника и будем двигаться параллельно северной стене собора в западном направлении. В первом круге, вращающемся против входа солнца, видим сбой орнамента. Далее в северо-западном углу собора два аналогично крутящихся круга. Левый частично скрыт за складками пелены. Продолжаем движение вдоль западной стены. Под сценами рая и четвертого вселенского собора изображены два круга, вращающиеся в том же направлении. Им вторит знак на южной стене. Следующие вращающиеся круги видим уже в Никольском пределе. Характерно, что первый динамичный круг предела вторит в движение предыдущих, тогда как второй имеет встречное вращение. Круги в алтаре отличаются от остальных. Они разного размера, так как в апсиде располагалась пристенная скамья. В южной части алтаря, под фигурой митрополита Петра, круг с разнонаправленным вращением. Далее круг воронка и перед алтарным окном диск, вращающийся против солнца. На северной стороне размещены два крутящихся диска. Один из них с разнонаправленным движением. На переходе в жертвенник стоит круг воронка. И далее слева от окна диск, направляющий движение из жертвенника к выходу в храмовое пространство. На плане собора, где представлена схема расположения статичных и динамичных кругов, видим, что вращающиеся диски поставлены в храме равномерно и задают направление против хода солнца. Вероятно, источник подобного движения размещается в алтаре. Это престол и происходящее вокруг него литургическое действие. Литургия с древнейших времен служится против хода солнца, то есть навстречу солнцу, что символизирует встречу спасителя, приходящего с востока. Престол, оставаясь неподвижным с началом службы, становится эпицентром этого движения и как бы запускает вращение нижней орнаментальной пространственной зоны, место пребывания молящихся в направлении против хода солнца, благодаря чему все стоящие в храме становятся участниками священной действия. Никольский предел использовали крайне редко в богослужениях, и, вероятно, в момент нецелесообразности декора нижнего уровня сыграл в этом случае решающую роль. Особый интерес представляют круги с разнонаправленным движением и круги воронки. Два первых находятся в центральной алтарной апсиде, перед бывшими когда-то в Иконостасе царскими вратами, а также у перехода из алтаря в жертвенник. По всей вероятности, они связаны с литургическим движением в алтаре и жертвеннике, с великим малым входом и последующим выносом святых даров для причастия. Три круга воронки расположены на границах храмовых пространств при переходе из западного компартимента в собственную церковь из алтаря в жертвенник и Никольский предел. Не менее интересный прием, характеризующий встречное движение, использован Дионисием в наружной росписи портала. Расположенные справа от главных дверей архангел Гавриил шествуют со свитком в сторону входа, словно ведя за собой подходящих к храму. Круг на расположенной под ним пелене напротив вращается в противоположную сторону. По аналогии с кругами внутри собора можно предположить, что и он связан, например, с процессиями крестных ходов, выходящих из западных дверей, поворачивающих налево и обходящих храм против хода солнца, что, собственно, совпадало и с общим движением кругов в храмовом пространстве. Все эти совпадения выглядят нарочатыми, словно подчеркивающими безусловность происходящего в храме действия и свидетельствуют о динамической связи с ним. Причина, возможно, кроется в самой ситуации, коснувшейся обрядовой стороны богослужения в тот исторический период, сопровождавшейся полемикой о хождении посолом. Эта полемика возникла на Руси в 1479 году, после освящения Московского Успенского собора митрополитом Геронтием. Владыка совершила похождение церкви не по ходу солнца, как было принято, а против хода, как было в практике греческой церкви. Аргументация митрополита Геронтия была приведена им в сказании о порядке освящения храмов. Необходимо, говорится в тексте, обходить церкви не под вязанию солнечному, но к востоку, якожа и округ престола, устав держит крапити и кадити. Однако практика имела противников и не закрепилась в русской церкви. Только после реформ патриарха Никона в середине XVII века обряд вновь был приведен в соответствии с греческой традицией. Сейчас сложно говорить о том, существовала ли в других храмах подобная ферапонтовской концепция расположения кругов на пеленах. Можно предположить, что в предшествующих, более ранних проектах Дионисия эта идея либо уже использовалась, либо только формировалась. В монументальной живописи XVII века орнаменты пелен имеют чисто украшательскую функцию. Это соборы Московского Кремля, Ростовы Ярославских земель и другие памятники. Таким образом, уникальность яруса пелен собора Рождества Богородицы состоит не только в его единичности, но и в том, что Дионисий в изображении простых знаковых форм шагнул за рамки декоративности, использовав круг как основу пространственной композиции, приведение к круглому плану, замкнутость цикла и как элемент декора пелен. Движение цикла пелен против входа солнца, вероятнее всего, было связано с литургическим обхождением престола в том же направлении. Недаром литургия переводится как «общее дело», а по слову преподобного Максима Исповедника, храм есть алтарь возможности, поскольку он освещается, когда священно действие восходит к своей высшей точке. Рассмотренный пример поясного орнамента дает совершенно иную картину восприятия храмового пространства, не монументально статичного, а как бы вращающегося. Подобное восприятие соответствовало и зонтийской концепции, где пространство воспринималось как подвижное, находящееся в круговом движении среда, а Богоявление представлялось как вечно длящийся процесс, не имеющий ни начала, ни конца. С вами была Ольга Силина. Всего вам доброго!